Здравствуйте! В студии Александр Сдвижков и пришло время подвести итоги не только этой недели, но и всего 2017 года. Сегодня последняя в этом году программа. Каким он запомнился нашим журналистам? Под знаком каких людей, каких событий прошел? И что нам может приготовить год наступающий? Об этом в материалах моих коллег. Со славным юбилеем! Юбилей не просто праздник, а подведение итогов, несколько рубежных дат уходящего года. Мгновение представил каково и в этой ситуации. Герои нашего времени. Какими подвигами запомнился 2017? Пока нам еще до конца не верится, и мы до конца не осознаем, что произошло. Те, кого не стало. Те, кого запомнят, кто был рядом. Кого Оренбуржья потеряла в 2017 году? Я очень рада этому подарку и хочу сказать большое спасибо доброму волшебнику. Время волшебства на ОРТ. Благодаря телепроекту сбываются мечты особенных детей. Почти 9 тысяч часов телевизионного эфира. Ровно столько мы были с вами в уходящем году. Пять лет о жизни региона и для жизни региона. Оренбургское региональное телевидение подводит итоги уходящего года. Но прежде чем подвести итоги 2017-го, мы расскажем о самых заметных событиях этой недели. Наш дайджест новостей. Дан официальный старт избирательной кампании, Совет Федерации опубликовал решение о назначении выборов президента 2018 года. Они пройдут 18 марта. На заседании общественно-политического совета губернатор Юрий Берг призвал все гражданские институты Оренбуржья способствовать проведению честных выборов. В Москве прошел съезд партии «Единая Россия». Его главной темой стали выборы президента России 18 марта будущего года. В работе съезда приняли участие члены Оренбургского регионального отделения «Единой России», руководители министерств и ведомств, представители исполнительной и законодательной власти региона. С программным докладом о приоритетных задачах партии выступил Дмитрий Медведев. В Оренбургской области на время новогодних и рождественских праздников введен особый противопожарный режим. В городах, селах, садах и дачах запрещается разведение открытого огня. В течение двух недель нельзя запускать в воздух бумажные фонарики и подобные изделия, поднимаемые пламенем. В Сорочинском районе заработал обновленный горнолыжный комплекс на горе Маяк. История первого зимнего курорта региона начиналась с самодельного подъемника, который на возвышенности смастерил местный житель Петр Григорьев. Пенсионер несколько лет своими силами организовывал массовые катания. По инициативе губернатора центру в этом году оказали серьезную поддержку на развитие и модернизацию. И еще одно знаковое событие этой недели федерального значения. Радиолокационная станция Воронеж-М в Новоорском районе заступила на боевое дежурство. Зону покрытия от пустыни Такламакан в Китае до берегов Средиземного моря. Новейшая РЛС способна обнаружить космические объекты за тысячи километров и предупредить ракетное нападение. Год она работала в тестовом режиме. И вот, наконец, корреспондентам удалось побывать на уникальном военном объекте. Под Новоорском на боевое дежурство заступила радиолокационная станция Воронеж-М. Первый камень заложили в 2013 году. А в 2016 объект начал работать в тестовом режиме. От боевого дежурства практически не отличается. За год личный состав отработал все мелочи. Нам позволили заглянуть туда, куда гражданским вход запрещен. В командном пункте отрабатывают боевую тревогу. Здесь все как в фильмах. Несколько человек отслеживают все через мониторы. Информация мгновенно передается выше. Ни один объект в воздухе не останется незамеченным. На расстоянии в 6000 километров радиолокационная станция способна обнаружить объекты размером с футбольный мяч. Все цели, которые попадают в зону обзора радиолокационной станции, говоря языком обывателя, взвешены, измерены, учтены. Что позволяет безопасно эксплуатировать космические аппараты, находящиеся на околоземной орбите. Созданием данной станции замкнулось сплошное радиолокационное поле вокруг России. Эта станция является достаточно мобильной. Наладка проходила на заводе-изготовителе. На месте производился монтаж и настройка. Это значительно экономит стоимость и время строительства. Снаружи антенна размером с 12-этажный дом. Внутри радиоэлектронный комплекс. Все оборудование находится в специальных контейнерах. Всего их здесь около 20. Каждый выполняет свою функцию и работает автономно. А это значит, что если один из них выйдет из строя, на работе радиолокационной станции это не отразится. Однако ни одна аппаратура не способна заменить человека. Боевое дежурство ведется в круглосуточном режиме. Здесь и военные специалисты, и техники, обслуживающие оборудование, и гражданские. Водители, телефонисты, делопроизводители, кадровики. При этом специалисты уверяют, объект безопасен не только для жителей окрестных районов, но и для тех, кто трудится на месте. В ходе проведенных государственных испытаний и опытной эксплуатации данного изделия, негативных влияний на воздействующих на человека и окружающих природную среду не выявлено. Так что данное изделие абсолютно безопасно. Разумеется, мы не смогли увидеть всего. На военном объекте многое не подлежит разглашению и является государственной тайной. Но даже то, что нам разрешили увидеть, поражает масштабами и технической оснащенностью. Марина Черентаева, Мария Ноздрачева, Павел Сагайдак. Итоги недели. Это итоги недели. И вот еще о чем расскажем буквально через минуту. Со славным юбилеем! Юбилей не просто праздник, а подведение итогов. Несколько рубежных дат уходящего года. Мгновение представил, каково я в этой ситуации. Герои нашего времени. Какими подвигами запомнился 2017-й? Пока нам еще до конца не верится, и мы до конца не осознаем, что произошло. Те, кого не стало. Те, кого запомнят, кто был рядом. Кого Оренбургия потеряла в 2017-м году. Я очень рада этому подарку и хочу сказать большое спасибо доброму волшебнику. Время волшебства на ОРТ. Благодаря телепроекту сбываются мечты особенных детей. Почти 9 тысяч часов телевизионного эфира. Ровно столько мы были с вами в уходящем году. Пять лет о жизни региона и для жизни региона. Оренбургское региональное телевидение подводит итоги уходящего года. Продолжаем подводить итоги уходящего года. Каждый день в России совершают подвиги рядовые граждане, которые не проходят мимо, когда кому-то требуется помощь. Оренбуржцы, чтобы помочь незнакомым людям, бросались в вагонию в воду, совершали профессиональный подвиг и просто не проходили мимо чужой беды. О самых запоминающихся поступках этого года расскажет Анастасия Матвеева. Январь 2017-го. Похищение оренбургской школьницы шокирует всю страну. Насю Дьякову украли днем, когда она вместе с подругами возвращалась домой. Спустя несколько часов в интернете появляется ориентировка. В соцсети буквально взрываются от сообщений. Оренбуржцы договариваются. Нужно помочь в поисках ребенка. Больше 200 машин, полтысячи добровольцев. Среди тех, кто всю ночь прочесывает улицы и окраина города Булатбайров. О случившемся он узнал на работе. Заканчивала смена. Говорит, больше ни о чем не смог думать. Поэтому сразу выдвинулся на поиски. На городскую свалку молодой человек приехал уже около 9 вечера. Он меня, видать, тоже увидел и выбежал мне навстречу. Я не стал с ним ничего сделать. Нужно было позвонить либо сотрудникам, либо еще кому-нибудь, чтобы обнаружить. Потому что я же один не буду задерживать. В глазах у него никакого страха не было. Он даже не понимал. Он у меня спрашивал. А что случилось? Булатбайров стал тем, кто первый обнаружил похищенную школьницу. Сейчас молодой человек признается. Его телефон не умолкает. Совершенно незнакомые люди со всей страны благодарят за его поступок. Ну, блин, помочь девочке-то по-любому нужно было. Вот. И на мгновение представил, каково я в этой ситуации. Просто поехал. Я даже не думал, что вот так вот все получится, что каждый день эти телеканалы. Конечно, очень приятно, что награда была от Юрия Берга. Обычные студенты Владислав и Вячеслав проявили себя как настоящие стражи порядка. После очередных занятий по дороге домой они увидели девушку, которая кричала о помощи. Двое неизвестных похитили у нее сумочку. Парни не растерялись и бросились на помощь. Одного мужика оттолкнули сразу, повалили. Второй начал бежать. Влад побежал за ним. Догнали его, в общем. Он засунул руки в карман, достал газовый баллончик, перцовый баллончик. Хотел направить на меня, я его выбил. О том, что значит помочь неизвестному человеку, знает и Витя Брагин из Беляевского района. В июле этого года они вместе с другом пошли на речку. На глазах у школьника, 7-летнего мальчика, он начало с носить течением. Витя, не раздумывая, кинулся за ним. Тут он плыл, именно вот здесь. Я заметила, я думала, что он сплавляется. Но он раза два по дну ушел, по дну. И я сразу прыгнул в щучку здесь за ним. Школьник не рассказал даже родным, что спас утопающего ребенка. Его мама узнала о героическом поступке сына от родителей, спасенного мальчика. Мне эмоции как бы переполняли. Она расплакалась и мне говорит, вот ваш ребенок сегодня спас моего сына. Это, конечно, было и для меня неожиданно. Там и радость, и волнение. И я не ожидала, что мой ребенок вообще может совершить такой поступок. Из рук губернатора области Сергей Андреев получает знак «Золотая молодежь Оренбужья». Его подвиг признали поступком года. Летом на его глазах подвыпивший отец потащил своего маленького сына в озеро. Через несколько минут раздались. Крики о помощи. Я прихожу, малышка уже тонет. Смотрю, мой племянник попытается вытащить, ничего не получалось. Я нырнул, забрал его и все. Вытащил на берег. Трагедии чудом удалось избежать благодаря полицейскому из Перволодского района. 10 августа Еркен Нагайбаев одним из первых оказался на месте пожара. Около 11 часов вечера он заметил дым из соседнего дома. Когда стало ясно, что в полыхающем здании находится человек, Еркен взял ситуацию под контроль. Он сумел организовать родных, всего за несколько минут полицейские и его близкие спасли владельца дома и оказали ему первую помощь. Как-то страшно, не страшно. Я не знаю, мы об этом как-то, я не знаю, вот именно я не думал об этом. Самое главное было спасти человека, который был в беде. Я не считаю, что это именно моя заслуга. Думаю, что это наше общее. Бригада скорой помощи направляется в аэропорт Оренбург. После необходимого досмотра неотложка доставляет врача-хирурга Валерия Комарова к вертолету в Курманаевском районе. В тяжелом состоянии его ждет пациентка. На вертолете Ми-8 дорога до Курманаевки занимает час. На машине потребовалось бы все пять. Доставить Надежду Овтину до операционной удается в максимально короткие сроки. Операция была достаточно сложная. Длилась она около двух-двух с половиной часов. Сложность ее подтверждается еще тем, что в операционную мы приглашали замглавного врача по хирургическому службу Сергея Валерия Борисовича. И с его помощью операция была закончена. Закончена блестяще. Выполнить все необходимое. Также удалось нам и ликвидировать грыжевой дефект. Пациентка выписана и чувствует себя хорошо. Врачи областной больницы без преувеличения спасли женщине жизнь. Такие поступки профессионалов своего дела каждый день происходят в больницах и на рубежах страны. Когда военные защищают мирное население, а пожарные ценой своей жизни выносят людей из огня. Когда рядовые оренбуржцы не проходят мимо чужой беды. Доказывая, что настоящим героем может стать каждый. Анастасия Матвеева, Владислав Курбанов. Итоги недели. В завершении года время вспомнить тех, кто, к сожалению, ушел из жизни в этом году. Среди них известны спортсмены, деятели искусств, преподаватели и общественные деятели. Каждый из них в течение многих лет отдавал себя любимому делу. Сегодня их нет с нами, но дела живы в памяти всех тех, кто находился рядом, жил и трудился в одном коллективе. Тот же коридор родного факультета журналистики в Оренбургском госуниверситете. Те же студенты, которые уже никогда не услышат привычного «Здравствуйте» от Владимира Ивановича Капустина. Преподаватель с почти 20-летним стажем ушел из жизни в ноябре этого года. Его утрату не могут пережить на кафедре до сих пор. Студенты и преподавательский состав, мы испытываем глубокое уважение к нему, не только как педагогу, ученому, но и как человеку, который старался помочь студентам даже вот сегодня, в такое непростое время, состояться в профессии. Любого человека можно в жизни заменить. Вот заменить никого, оказывается, нельзя. Появится другой человек, будут другие разговоры, другая журналистика, другое преподавание. Но то, что он умел делать, и то, что он делал для кафедры, для факультета, это очень важно. Кроме того, редкое качество, когда практик умеет заниматься наукой. Владимир Иванович – кандидат политических наук, член Союза журналистов России. В разные годы работал и журналистом, и редактором в Оренбургских СМИ. Даже возглавлял областной комитет по печати и средствам массовой информации. Трудился в профильном министерстве. Но все же сделал свой выбор в пользу теории. Два десятка лет он посвятил преподаванию. Коллеги говорят, для него очень важно было передать свой опыт молодым, подготовить достойную смену. Любимая тема – сельское хозяйство. С молодыми и амбициозными студентами приходилось даже спорить. Ведь современная молодежь уверена, сегодня обществу интересны другие темы. Тем не менее, его лекции всегда были востребованными. Он один из немногих преподавателей на кафедре, который всеми возможными способами поддерживал нашу деятельность, наше творчество, самодеятельность. Он до последнего как-то боролся за наши учебные газеты, которые мы здесь делали. Даже если мы писали какие-то очень резкие, очень критические тексты, он все равно их отстаивал перед другими членами кафедры. Любимого преподавателя и коллегу помнят. Итоги одного из главного конкурса при жизни Владимира Капустина на лучшую газету студентов комиссия подведет уже без его участия. Ну а вот, собственно, его баян, его жизнь. Здесь он расписывал песни, делал аранжировки. Как бы все он творческий процесс его проходил здесь, именно на этом инструменте. Знаменитый баян известного человека. Сегодня он на своем привычном месте, в кабинете своего обладателя Игоря Павловича Егорова. Именно на нем бессменный руководитель ансамбля «Русской раздолье» сочинял песни для любимого коллектива. Синее, бездомное, чистое, высокое, черное, холодное, гордое, жестокое. Татьяна признается, бывать в кабинете руководителя ей приходилось нечасто. В основном вызывал не на ковер, чтобы поругать, а наоборот спросить совет или же к нему приходили за советом. Говорит, все свое время Игорь Павлович проводил на работе. Любил засиживаться допоздна, выходил даже в праздники. Он скончался в начале декабря неожиданно по дороге на репетицию. Нам невозможно смириться с этой мыслью, мы ее не принимаем пока. То есть пока нам еще до конца не верится, и мы до конца не осознаем, что произошло. Нам страшно, нам больно. Утрата для коллектива тяжелая. Тем не менее, участникам ансамбля приходится собраться и готовиться к большому отчетному концерту. Мы сильные женщины, мы соберемся и сделаем все, как бы он хотел. Потому что он бы не понял, если бы, допустим, концерт бы отменился, или что-то пошло бы не так, что-то было бы исправлено. Мы работаем с программой, которую составлял он по той же программе. То есть все идет так, как было при нем. Штирлиц. Вас я попрошу остаться. Известная кинолента «17 мгновений весны». В кадре в роли Мюллера знаменитый актер Леонид Броневой. Его не стало 9 декабря. Он не дожил до своего дня рождения, всего лишь неделю. Мало кто знает, что начинал Леонид Броневой в Оренбургском драматическом театре имени Горького. Здесь он проработал полтора сезона. В каком-то из интервью Броневой обмолвился, что Оренбург вспоминает тепло, но там всегда он голодал, всегда ему там было как-то холодно. Но я думаю, что это связано с тем, что он молодой, денег пока у него особо не было, всегда хотелось есть. И он в начале творческой пути, вот, случился этот город. И вот ему досталась такая миссия быть проводником в его карьерном списке. Это личное дело Броневого, которое сохранилось в архиве театра. 1952 год. Здесь и заявление о приеме на работу, и приказ о зачислении. А вот об этом сохранившемся документе мало кто знает, уверяет драмтеатре. Это объяснительная записка, которую Леонид Броневой писал по поводу жалобы на него. Якобы он толкнул при входе в театр билетершу и поругался с администратором. Вот что он написал, кроме всего прочего, никаких, буквально ни одного оскорбления я не нанес. Весь диалог прошел без бранных слов, внешне сдержанно, а внутренне с большим накалом. Считай объективно свое поведение не имеющим отношения к слову хулиганства. Прошу разобраться в этом деле. Броневой. Невосполнимую утрату переживают и в мире оренбургского спорта. Известный футболист Игорь Чумейко всю жизнь провел на стадионе. По мистической случайности умер спортсмен также прямо на футбольном поле во время матча любительских команд. Накануне поездки в Казахстан на очередной ветеранский турнир. Эти соревнования оренбургская команда выиграла уже без своего капитана. Чумейко, как и многие спортсмены советских времен, выходец из уличного футбола. Там он приобрел и отшлифовал свою неповторимую технику. Коллеги вспоминают, он мог обыграть любого, отдать филигранный пас, забить гол. Он обладал какой-то неординарной самобытной техникой, которая позволяла ему показывать вот этот фантастический футбол. Мы же всегда восхищались теми движениями, теми финтами, тем пониманием игры, которую он показывал и пытались подражать ему. Игорь Чумейко выступал за оренбургские футбольные клубы «Газовик», «Локомотив» и «Прогресс». Провел около 300 матчей на профессиональном уровне. Ровно год назад оренбургская сборная под руководством Игоря Ивановича стала победителем ветеранского турнира в казахстанском Атырау, не проиграв ни одного матча. Сразу после возвращения о победе он рассказал в интервью нашему телеканалу. По области мы очень много ездили. Были на турниры в Орске, в Сулелецке, в Куландыке, в Бузулуке. Попали даже в Грачевку. Так что все нормально. А международно? Вот лично вам довелось кто-нибудь участвовать? Ну я знаю, что даже в Америке играли. Ну даже в Америке получилось интересно. Один товарищ даже меня узнал, оренбуржец, живет сейчас в Америке. И во время разминки подошел, я удивился, вообще не ожидал его встретить. И так удачно получилось. Но кроме Америки мы в турнирах в Мексике участвовали, в Австрии, в Германии. Поэтому опыт, в общем-то, есть, участие в международных турнирах. Это не единственная потеря в мире оренбургского спорта. В конце сентября весь интернет взрывает сообщение о гибели тренера по боксу Олега Шумакова. ДТП по Цорочинскому оказалось для мужчины смертельным. Мастер спорта СССР, старший тренер Оренбургской спортивной школы, тренер училища Олимпийского резерва, погиб, не дождавшись врачей скорой помощи. Известно, что мужчина возвращался с соревнований. Своим попутчиком он с гордостью рассказывал о победах юных воспитанников. К сожалению, в этом году не стало и наши коллеги. Теле радиоведущей Анастасии Радыгиной, больше известной оренбургцам, как Анастасия Демидова. Она скончалась после продолжительной болезни. Насте было всего 34 года. Этот год унес десятки жизней известных людей, которые вносили каждый день вклад в свое любимое дело. Среди них заведующий кафедрой трудового права профессор юридической академии имени Кутафина Зайцева Ольга Борисовна. На 80-м году скончалась преподаватель Оренбургского госуниверситета, кандидат экономических наук Щукина Елизавета Семеновна. В возрасте 75 лет ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации Левашов Владимир Семенович, прослуживший в родном Оренбургском театре музыкальной комедии 50 лет. Это лишь малая часть тех, кто теперь не с нами. Каждый из оренбургцев, кто потерял своих близких, родных, знакомых, навсегда сохранят их в своей памяти. Наталья Мороз, Владислав Горбунов, Роман Боричев. Итоги недели. Мы продолжим подводить итоги буквально через минуту и вот еще о чем расскажем. Я очень рада этому подарку и хочу сказать большое спасибо доброму волшебнику. Время волшебства на ОРТ. Благодаря телепроекту сбываются мечты особенных детей. Со славным юбилеем. Юбилей не просто праздник, а подведение итогов. Несколько рубежных дат уходящего года. Почти 9 тысяч часов телевизионного эфира. Ровно столько. Мы были с вами в уходящем году. Пять лет о жизни региона и для жизни региона. Оренбургское региональное телевидение подводит итоги уходящего года. Эта итоговая программа мы продолжаем. 2017-й стал памятным на круглые знаменательные даты. В этом году 100-летние юбилеи отметили органы госбезопасности и ЗАГСа, профсоюзы, пожарная охрана, а также газеты «Южный Урал». Полувековые юбилеи состоялись у знаменитых и уважаемых артистов и работников культуры. Марины Туркиной, Сергея Тыщенко, Бориса Круглова. И, конечно, все мы помним нашего уважаемого Василия Чердинцева. Дважды герой соцтруда, 90-летие которого отмечали всем миром. Годовщина – это повод к воспоминаниям, а также возможность узнать что-то новое. С таким посылом к юбилярам отправились мои коллеги. Гордость Оренбургской земли. Человек, посвятивший себя нелегкому хлеборобному делу. Не счесть высоких наград за трудовой героизм, которых он удостоен в разные годы. Василий Макарович Чердинцев 14 января отметил 90-летие. Подрижка такая, что вперед. Астахановцы были. И герои Астахановцы и так далее. Это тонкошные итоги года. Выработка ВДНХ. Вот у меня тут столько медалей. Самое главное звание для рабочего – Героя социалистического труда. Василию Макаровичу присвоено в 66-м году за заготовку зерна. Второй золотой медалью «Серп и молот» он награжден в 84-м за трудовой героизм. Но героем себя до сих пор не чувствует. Любовь к труду воспитал и у своих детей. Подъем в аграрном секторе, освоение целины и, конечно, покорение космоса. В 20 веке страна становится великодержавой. Толчком для развития общества становится событие 17-го года. Сто лет революции. В Оренбурге коммунисты отмечают шествие митингом и концертом. Колонна нарядная. Флаги КПРФ и СССР, красные шары, надутые гелием, летят над колонной. Все это на фоне осеннего Оренбурга выглядит ярко и празднично. Шествие возглавляют всадники «Неуловимый» и «Броневик». К этому отношусь как раньше, так и сейчас. Я не ушел. Я с 72-го года, как говорится, вступил в партию. Я из нее не выходил до сих пор. На научной конференции современники, говоря о причинах революции, называют и объективные, и субъективные. У каждого свое отношение к этому событию. Но большинство считают, в перевороте с 17-го года все-таки больше плюсов, чем минусов. 11 сентября в Оренбурге вспоминают еще одного революционера, основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии и ее первого председателя Феликса Дзержинского. В день 140-летия со дня рождения оренбуржцев излагают ему цветы. К памятному месту приходят сотрудники ФСБ и ветераны КГБ по Оренбуржской области, представители пограничной службы. Любая власть, она тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Не умеет защищаться, значит, ты ничего из себя не представляешь. Дзержинский, он ему было поручено, потому что Дзержинский обладал необходимыми качествами, опытом революционной борьбы, подпольной борьбы, значит, опытом работы в тюрьмах, ссылках, организации. А в конце декабря и органы государственной безопасности России отмечают 100-летний юбилей. Задачей ФСБ как было, так и остается противодействие деятельности разведывательных органов иностранных государств на территории России. Вековую дату в эти дни отметили и профсоюзы. На протяжении целого столетия они решали социально-бытовые вопросы, вопросы оплаты труда людей. Спасали от голода, учили грамоте и помогали рабочим отстаивать свои права. Поздравить трудовые объединения прибыл председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Должен быть защищен, чтобы мы вовремя платили заработную плату, чтобы его не обманывали при распределении премий, для того, чтобы наравне с другими он получал социальный пакет, который есть на предприятии. Оренбургское объединение профсоюзов в России становится одним из первых. Профсоюз и сегодня впереди объединяет более 265 тысяч работников из 23 отраслей экономики во всех городах и районах области. Пусть там ведет звезда тебя, дорогой в дивный сад. Девиз профсоюзов «Чтобы работа нравилась» применим и к ней, создателю и художественному руководителю детского хора «Новые имена» Марине Туркиной. Она тоже отметила юбилей 50-летия. Обласканная успехом и всевозможными наградами Оренбургская Лера, Женщина года, Учитель года, признание, Марина узнаваемой любимой публикой не только в Оренбурге, но и во многих странах мира. Почему завидовать-то? Ведь паха-то необыкновенная и пашем, и пашем, и пашем. Коллектив меняется постоянно, коллектив, дети вырастают, уходят. Это новое все время поле деятельности, чтобы его распахать, вот это опять вырастет, новые эти плоды. Очень тяжело. Нельзя не сказать о Туркиной, как о педагоге. Ведь мало у кого столько воспитанников, прямой дорогой идут поступать не куда-нибудь, а в Санкт-Петербург. Начало этому положил сын Марины Илья, который ныне уже является солистом Мариинского театра. Другой театр, Оренбургский, драматический, поставил спектакль «Любовь и голуби» в честь еще одного любимого артиста. Пятидесятил отметил заслуженный артист России Борис Круглов. Он исполняет роль Васи Кузякина. Говорит, что у актеров выбора роли нет. И он готов к разным ролям. Главное, хороший материал. Однажды даже в женском образе репетировал. Было это в Уфе. Много лет он играет роль Деда Мороза. Но особого секрета создания этого образа нет. Иногда достаточно в один день с Дедом Морозом родиться. То есть 18 ноября. И на правах главного сказочника поздравить оренбуржцев. Дорогие оренбуржцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам удачи, здоровья. Самое главное – повышение зарплаты. И обещаю, в следующий год снег будет. Елена Давыдова, Виталий Дерябин, Анна Золотухина, Семен Воробьев и Игорь Бероев. Итоги недели. Уже стала доброй традицией нашего канала в преддверии Нового года проводить акцию «Стать волшебником просто». Главные герои – особенные дети с ограниченными возможностями здоровья. Они делятся своими сокровенными желаниями, а исполняют их неравнодушные оренбуржцы. О желаниях, ожиданиях и трогательных встречах с мечтой в репортаже Анны Золотухиной. Теперь не только ингаляции, таблетки, лечебные процедуры. В жизни 7-летнего матюши появилось большое счастье – этот забавный питомец. Дружелюбный, преданный щенок стал лучшим другом для особенного ребенка. Очень символично – наступающий 2018 год собаки. В его преддверии у мальчика появился четвероногий питомец. Мечта ребенка сбылась благодаря акции ОРТ «Стать волшебником просто». Он такой славный! Желание мальчика, который болен муковисцидозом, захотел исполнить глава Оренбурга Евгений Арапов. Я думаю, какие-то светлые, радостные минуты она принесет, конечно, в его жизнь. Потому что все-таки это друг, который растет, который ощущает, что он рядом с тобой. Дай бог ему всего хорошего, пусть они будут настоящими друзьями. Так оказывается, что именно в вашей студии перед Новым годом мы дарим такие вместе с вами подарки. После акции ОРТ у матюши вместе с питомцем появились приятные хлопоты. Кормить, ухаживать за щенком. Кстати, эту девочку зовут Вита, что значит «жизнь». Хочу сказать, что болезнь научила нас ценить жизнь, такую, какая она есть, каждый день, каждый час. А ваш проект научил нас верить в чудо. Второй год ОРТ проводит акцию «Стать волшебником просто». В прошлогоднем сезоне сбылись мечты семерых детей с ограниченными возможностями здоровья. Неравнодушные оренбуржцы им подарили игрушки, синтезатор, планшет и даже поездку на кремлевскую елку. В этом году с сокровенными желаниями делились 10 детей. Знакомясь с ними, мы понимали, судьба каждого ребенка – это история испытаний и преодолений. Но несмотря на лишения в физическом плане, они не теряют оптимизма и надеются на лучшее. После тяжелой болезни Арина полностью потеряла зрение. Но несмотря на это, она играет на фортепиано, делает удивительные поделки. Позже девочка перестала слышать на одно ухо, но это не стало препятствием, чтобы петь. А больше всего Арина любит рисовать и хотела иметь мольберт, как у художника. Одна из наших телезрительниц, увидев видеоролик с Ариной, и исполнила ее мечту. Удивительно, но с диагнозом «тотальная слепота» девочка стала различать цвета. Я очень рада этому подарку и хочу сказать большое спасибо доброму волшебнику. Каждый из особенных детей получал свой подарок под елкой в нашей студии. Это были самые волнительные встречи и искренние эмоции, которые мы когда-либо могли наблюдать. Не ожидала так быстро увидеть свою мечту и пятилетняя Алина. Она просила у доброго волшебника электромобиль. Я долго ждала. Из-за ДЦП Алина ходит только при поддержке. А вот в такой машинке чувствует себя намного уверенней. Летом не раскаталась, когда родители брали на прокат. А теперь свое транспортное средство и есть возможность еще и прокатить младшую сестренку. Что чудеса случаются под Новый год, поверила и мама Алины. Ее до слез растрогал добрый поступок тайного волшебника. Самое главное, что ребенок счастлив и исполнился. Ее мечта, конечно, наша тоже мечта получается. Будем надеяться в Новом году, чтобы у нас было больше счастливых моментов. Особо порадовали подарки, которые не просто приятны, но и полезны ребенку. Выжигатель по дереву теперь поможет десятилетнему Максиму развивать не только творческие навыки, но главное – мелкую моторику рук. Ведь кисти у мальчика несколько скованы из-за ДЦП. А с новым приобретением Максим будет стараться выжечь более сложный рисунок. Думаю, Максим будет теперь творить, что радости у него будет много. Хочется, да, чтобы было побольше такого. Хочется, чтобы люди были намного добрее и в Новый год, да, чтобы сбывали все мечты. А вот к одному из маленьких героев нашей акции нам пришлось прийти в больницу. Двухлетняя Маша заболела. Несмотря на это, от этого девочка не лишилась предновогоднего чуда, который подготовил для нее добрый волшебник из числа наших телезрителей. Кукольный домик. Как ты и хотела, Машенька. С самого рождения малышка не может ни ходить, ни даже сидеть без опоры. Большую часть времени проводят в специальной коляске. Маша хочет придумать свой маленький мир и поможет ей в этом деревянный кукольный домик. На самом деле чудеса сбываются. Это нужно верить не только детям, это нужно верить взрослым. Шведская стенка оказалась как нельзя, кстати, для 4-летнего Глеба. Ведь мальчик, хотя и родился с редким генетическим заболеванием, гиперактивен. Свою энергию он как раз будет тратить на акробатические упражнения. А планшет для Амелии не прихоть. Он ей нужен, чтобы по скайпу общаться с дедушкой, когда она долгое время лежит в больнице. Верится, что подарки от добрых волшебников благотворно повлияют на самочувствие, а значит и здоровье особенных детей. Проект хороший, действительно. С помощью него очень приятно быть волшебником, приятно дарить подарки. И дети, получая положительные эмоции, тем самым поправляются, у них повышается настроение. От настроения многое зависит. Канал ОРТ и наши телезрители еще раз показали. Под Новый год чудеса случаются. Причем зачастую творят их обычные люди. Они делают добрые дела не на показ, а по велению сердца. Кстати, наступающий 2018-й обещает немало душевных поступков, ведь он объявлен в России годом добровольцев и волонтеров. Анна Золотухина, Владислав Горбунов. Итоги недели. 24 часа эфира, 7 дней в неделю. В круглосуточном режиме наш телеканал делится со зрителями главными событиями региона. Этот год стал особенным и для ОРТ. Ровно 5 лет мы делаем новости вместе с вами и о вас. Экономика и медицина, образование и спорт, культура и туризм. Наши авторы ежеминутно держат руку на пульте событий. В этом году мастерство команды ОРТ в очередной раз признали на всероссийском уровне. Каким был 2017-й за кадром? И что дает стимул первому региональному двигаться вперед? Об этом расскажет Алина Волохова. Почти 9 тысяч часов телевизионного эфира. Ровно столько мы были с вами в уходящем году. Ежеминутно гигабайты информации расходятся по всей Оренбургской области из сердца нашего телеканала эфирной аппаратной. Как выглядит телевидение по эту сторону голубого экрана? Десятки пультов и мониторов. Именно отсюда запускается эфир первообластного. И сегодня мы подведем итоги уходящего года именно здесь. И сегодня весь вечер в прямом эфире будем работать мы, очаровательная Оксана Боричева. И несравненный Александр Звежков. Здесь и сейчас в режиме реального времени. ОРТ показывает и рассказывает о самых масштабных событиях региона. Вместе с вами мы увидели День города, стали частью всероссийских профессиональных учений, а в ноябре побывали на международной площадке Оренбуржья сердца Евразии. На каждой точке мобильная студия. Работа отлажена как часы. Журналисты не теряют ни секунды. Тексты буквально с колес. Режиссеры монтажа готовы моментально собрать материал и выдать в эфир. Если на прямом эфире телезритель видит всего 6 ведущих, это 6 включений разных авторов, то за кадром работают 26 человек. Это и режиссеры монтажа, это режиссеры прямого эфира, это звукорежиссеры, это безусловно операторы. То есть на самом деле работа очень кропотливая, очень сложная. И, наверное, хорошо, что ее никто не видит, потому что зритель должен радоваться картинке, но и мы стараемся их радовать. Но, пожалуй, один из главных и любимых эфиров нашего канала – 9 мая. В марафоне со слезами на глазах был задействован весь творческий коллектив ОРТ. Съемочный день длился более 10 часов. И все это ради того, чтобы жители в самых отдаленных районах нашей области смогли вместе со всем Оренбургом увидеть парад, пройти в бессмертном полку и стать участниками большого праздничного концерта. Праздник Победы – это целый цикл мероприятий. Уже три года в эфире ОРТ акция «Читаем очти». В 2015-м свои стихи о войне читали сотрудники ОРТ. На следующий год в роли чтецов себя попробовали члены правительства и аппарата губернатора Оренбургской области. А в этом году свою дань героям смогли отдать все оренбуржцы. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Почти полсотни человек читали и чтили. Акция вызвала широкий отклик в душе оренбуржцев. Люди читали, играли и пели. Произведения как известных авторов, так и собственного сочинения. К акции ОРТ присоединились люди абсолютно разных возрастов. «Самое главное было, конечно, чтобы люди пришли. Люди пришли, людям было не все равно, чтобы они не остались равнодушными. Чтобы пришли и поделились все-таки историей каждого из них. И вот я думаю, именно поэтому мы достигли этой цели, потому что приходили и рассказывали каждый о своем, о личном. Война не осталась далекой для каждого из них. Война – это их, это то, что живет в их сердце». Но не только телезрители делились своим творчеством. Культурная среда Оренбуржья в свою очередь тоже искала подход к сердцам людей. Второй сезон мы рассказываем о талантах и их поклонниках. Вместе с авторами программы мы не раз попадали за кулисье, а также в мастерские художников и скульпторов Оренбуржья. Все главные события культурной жизни нашего региона в эфире Первого областного. Сердце Евразии и Степная Пальмира. Именно здесь, в Оренбуржье, Европа и Азия встречаются не только географически. Уникальная атмосфера, дух и колорит. Как яркий калейдоскоп сверкают пестрые многонациональные палитры в культуре. Международный кинофестиваль – одно из важнейших событий в жизни региона. В Оренбуржье уже 10 лет встречаются ведущие актеры и режиссеры со всего мира. Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Международный джаз-фестиваль Евразия. Оксаковские дни и дни немецкой культуры. Вместе с ОРТ мы первые бывали на выставках и смотрели театральные премьеры. Каждую неделю свежие советы. Куда сходить и что посмотреть знала вся область. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире Акценты. Это программа «Обратная связь». Здравствуйте. Как всегда, мы работаем в прямом эфире. Добрый вечер. С новостями Оренбурга и области вас познакомят корреспонденты ОРТ. Восемь выпусков новостей в день. Главные события области в круглосуточном режиме. В этом году новости были горячими в прямом смысле слова. Несмотря на опасность и простой человеческий страх, корреспонденты и операторы преодолевали препятствия. Здесь и сейчас сохраняется угроза обрушения. Да к тому же до сих пор едкий запах дыма и тлеют остатки. Три раза в неделю ОРТ выходит на обратную связь со зрителем. В прямом эфире каждый из вас может задать свой вопрос первым лицам области. А Виталий Дерябин вот уже пятый год расставляет не только главные акценты дня, но и каждой неделе. Но одним из главных событий для всего коллектива ОРТ в этом году стала Всероссийская награда «Смиротворец». Жюри выбирало лучших из почти девяти сотен средств массовой информации со всей России. Проект ОРТ «Туристический рецепт» оказался в тройке лучших. В этом году на конкурс было подано более девяти тысяч работ. Среди них выбрано лишь 38 победителей. Это ведущие региональные и федеральные СМИ, НТВ, российская газета, лента.ру. В столь солидной кампании оказался и проект ОРТ «Туристический рецепт». Церемония награждения состоялась в легендарном московском театре «Геликон опера». Оренбургский проект «Туристический рецепт» вот уже три сезона рассказывает о жизни многонационального Оренбуржья. Около 30 маршрутов, уникальные гости. Авторы «Туристического рецепта» забирались на самые высокие горы области, спускались в пещеры и отправлялись вплавь по рекам. Съемочная группа работает практически в экстремальных условиях. Отдельного внимания заслуживает операторская работа. Съемки под водой и с высоты птичьего полета. Все это было бы невозможно без хорошей технической базы. В начале этого года мы заменили всю технику в эфирный аппаратный нашего телеканала. Закупили современную технику, которая позволяет формировать цифровой сигнал для того, чтобы улучшить картинку для нашего конечного потребителя, для нашего телезрителя. ОРТ смотрит 2 миллиона телезрителей по всей области. Огромная ответственность перед каждым жителем региона. Этот год предстал перед нашими видеокамерами именно таким. Впереди еще более масштабные планы и проекты. Главное, ради чего десятки сотрудников ОРТ работают в круглосуточном режиме, это доверие тех, кто находится по ту сторону голубого экрана. ОРТ специально для итогов недели. Таким 2017-й стал для нашей редакции. И несмотря на различные проблемы, чрезвычайные происшествия, политические баталии, можно сказать, что уходящий год для области все же был хорошим и плодотворным. Каким будет 2018-й, зависит в первую очередь от нас. А случайности пусть будут только приятными. Мы прощаемся с вами до января, с наступающим Новым годом. И пусть новости на ближайшей неделе будут только праздничными. Редактор субтитров А.Семкин